Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить Ваше новое изделие ГРОЭ. В комплект входят следующие компоненты. Для сборки Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности. Продолжение следует... Перед демонтажем старого смесителя убедитесь, что горячая вода подается слева, а холодная справа. Если это не так, обратитесь к специалисту. Перекройте подачу воды перед демонтажем старого смесителя, подготовьте детали и инструмент, расположив их вблизи соединений, возьмите инструкции по установке и обязательно сохраните их после установки. Измерьте расстояние между кранами подачи воды и потолком. Расстояние должно быть не менее 118 см. Привинтите эксцентрики к трубам к стене, чтобы они выступали приблизительно на 42 мм. Привинтите декоративные розетки до касания стены. Отрегулируйте зазор, чтобы расстояние между центрами декоративных элементов составляло 150 мм, а затем проверьте уровень их расположения. При необходимости отрегулируйте. Установите смеситель и прочно затяните. Гайки не должны касаться декоративных элементов. При необходимости отрегулируйте и проверьте горизонтальность. Демонтируйте все. Обеспечьте уплотнение резьбы эксцентрика с помощью ленты FUM, наматываемой в направлении затягивания. Затяните эксцентрики с помощью 22-мм гаечного ключа с открытым зевом. Отрегулируйте их так, чтобы расстояние между центрами составляло 150 мм, а глубина была такой же, как было определено в ходе предыдущих измерений. Затем проверьте горизонтальность их взаимного положения с помощью уровня. Нанесите силиконовое уплотнение между стеной и эксцентриковыми соединителями. Привинтите декоративные розетки к эксцентрикам. Затем снимите красные и синие колпачки со смесителя. Убедитесь в правильности расположения фильтров, при этом закругленная сторона должна быть обращена внутрь. Установите смеситель на эксцентрике, не устанавливая дополнительных уплотнений. Затем затяните гайки с помощью 32-мм гаечного ключа с открытым зевом. С помощью уровня убедитесь в горизонтальности смесителя, при необходимости отрегулируйте его. Проверьте герметичность, включив подачу воды на смеситель. Ставьте стойку для душа на термостатический смеситель до упора. Установите настенное крепление в верхнюю крепежную скобу душевого кронштейна плоской стороной вниз. Проверьте выравнивание стойки по вертикали с помощью уровня. Карандашом отметьте местоположение отверстий, затем снимите кронштейн. Установите дрель с 6-мм сверлом, подходящим для типа стены. Просверлите три отверстия. Заполните их силиконом, затем вставьте входящие в комплект поставки дюбели. Расположите гибкое уплотнение вокруг настенного крепления, затем расположите плоское уплотнение между стеной и креплением. Прикрутите настенное крепление. Установите декоративный элемент на место поверх настенного крепления и установите душевой кронштейн обратно на место на термостатическом смесителе. Надвиньте верхнее крепление кронштейна душа на настенное крепление. И вставьте 3-мм установочный винт без головки и затяните. Ставьте ручку душа на рейку душа и зафиксируйте ее с помощью 2,5-мм синего стопорного винта. В таком порядке установите фильтр так, чтобы он был обращен вниз, затем вставьте красное уплотнение в верхний душ. Привинтите верхний душ к держателю душа. Проверьте корректность работы верхнего душа. Теперь убедитесь, что термостатический смеситель работает нормально с использованием термометра. Проверьте температуру воды, если она равна 38 градусам Цельсия, когда направляющая ручки совмещается с отметкой 38С на корпусе душа регулировка не требуется. Если необходима регулировка, закройте отверстие пробкой и снимите крышку ручки смесителя с помощью небольшой плоской отвертки. Ослабьте винт, затем снимите ручку, пустите в воду. Отрегулируйте термоэлемент, поворачивая черный элемент с насечкой, пока температура не достигнет 38 градусов. Установите ручку обратно так, чтобы направляющая на ручке была направлена на 38С. Привинтите ручку и снова установите крышку. Проверьте правильность расположения уплотнений в шланге. Если они отсутствуют, установите паранитовое или резиновое уплотнение. Привинтите меньшую гайку шланга к термостатическому смесителю. Привинтите большую гайку шланга клейки для душа. Проверьте корректность работы термостатического смесителя и верхнего душа. Поздравляем! Вы закончили установку вашего нового изделия ГРОЭ. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groe.com.ru Продолжение следует...